Добрый день, друзья. Сегодня хочу, чтобы вы посмотрели интервью офицера 93-й бригады Валерия Матвеичука с позывным Дорожник. Честно говоря, ребята, после просмотра этого интервью у меня на душе остался очень тяжелый осадок. Очень хотелось бы, чтобы все, кто посмотрит это интервью, задумались над словами украинского офицера. Этот человек смотрел смерти в глаза, защищая свою родину и нас с вами. Поэтому, ребята, отложите свои дела и дослушайте его до конца. Янукович говорил с трудом на одном языке, а Порошенко на английском. Свободно. А большая разница особых не вижу. Тот дурак и дурил по-дурному, да, там, нахрапом по-бандитски, да. А здесь идет, на самом деле, Порошенко страшнее Януковича. Если Янукович не давал команду стрелять, он реально не дал этой команде открыть огонь. Это за него сделали. Тот порог даст. И будет рассказывать, почему он это сделал, как это необходимо было, поскольку иначе демократии был бы конец. Ну, есть же три испытания человека, да, деньги, власть и слава. Ну, а мы зараз на какие стадии? Деньги у него есть? Власть, а слава? Власть. А до славы он, к сожалению, не доберется. Он пока застрял на второй стадии, и эта стадия его убивает. Ложь, 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 и ничего больше. И воровство. Ворует, ворует, ворует. Ворует сам, позволяет воровать всем. Янукович просчитывался. Он был просчитан. Его можно было просчитать, понимать все. Порох в этом отношении гораздо хитрее, гораздо умнее, изворотливее. И коварнее, он опаснее. Намного опаснее. И для страны это гораздо хуже, чем Януковичу. Когда Вова вошел, все побежали. Побежали кто? Майдан побежал. Те, кто делали этот Майдан. В Киеве, в Днепре, в Харькове, везде. Те, именно активы, именно те, кто сегодня составляет реальную угрозу Порошенко, компания, олигархат и всем остальным. Буйных. Да. Их надо уничтожить. Ну, не получается так, как им хотелось. Очень много погибло. Но очень много осталось. Навчинных уже. Навчинных. Очень навчинных. Которые не боятся свиста пуль, не боятся разрывов снарядов. И, допустим, вот у нас, вот здесь пехота, мы же пехота, вот. Ну, ВСУ, те, кто на передке воюет, готовят мнение, что нацики стоят на новой технике. Это как заградотряды. А вдруг вот эти придурки все-таки психанут, развернутся и пойдут. Будет чем содержать. Просто они не понимают, что если мы воюем на разбитой технике против русских, нацики нас не удержат. Это первое. И больше половины их держать не будет. Вот и все. Они этого не понимают. Они живут в своем мире, там, нарисовали и чухают там. И периодически нас отстреливают. Те, кто многовякает. Если этих людей нет, стрелят до момента их самоорганизации. Они отслеживаются, телефоны прослушиваются. Тут система работает. Нациков собрал, ментов собрал. Бывшая Беркутня опять рулит. То есть, все нормально. Все возвращается, я говорю, опять в спираль. Возвращается все на виток похуже. Поэтому, если суждено быть третьему Майдану, то это будет кровавый. Сильно. Крови прольется очень много. И винный, и невинный. Комментировать это интервью не буду. Просто послушав украинского офицера, задумайтесь, кто на Украине пришел к власти. На этом, ребята, у меня все. Думайте. Всем удачного дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok